Здравствуйте! Вы смотрите программу неделя спорта. С вами Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. 21 марта четыре института Казанского федерального университета развязали борьбу за кубок чемпиона по баскетболу в рамках спартакиада среди студентов и аспирантов. Яркие насыщенные матчи, а также дополнительное время, в последние минуты которого решился исход всей игры. Об этом и многом другом смотри в следующем сюжете. Нешуточная борьба развернулась 21 марта в стенах спортивного комплекса КФУ Уникс. В финальной части спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета, сильнейшие баскетбольные команды Института физики, Института экологии и природопользования, Института управления экономики и финансов, а также Института вычислительной математики и информационных технологий боролись за звание чемпиона. В матче за третье место встречались сборные Института физики и Института экологии и природопользования. С первых минут экологи взяли инициативу на себя и уверенно шли вперед. Физики давали отпор, но так и не смогли набрать достаточное количество очков для выхода вперед. Первый период был окончен со счетом 13-8 в пользу экологов. Во втором периоде удача также сопутствовала сборной Института экологии и природопользования. Физики активно пытались изменить ход событий, и отчасти у них это получилось. В кольцо экофака они смогли забросить более 11 очков, но, увы, их не хватило для победы в данном матче. И второй период закончился со счетом 36-19 в пользу Института экологии и природопользования. В борьбе за первое место сразились сразу два фаворита турнира – Институт управления экономики и финансов и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Обе команды до последней секунды боролись за звание чемпиона. Никто не хотел уступать. В команде эвмитовцев были частые замены, которые способствовали ее усилению. Экономисты, в свою очередь, до последнего свистка играли одним составом. Игру со стороны эвмитов вел Адель Халимов, который принес своей команде более 10 очков. На трибунах также воцарилась жаркая обстановка. Болельщики с энтузиазмом поддерживали свои любимые институты. Особенно отличились болельщики эконом-фака с их уже устоявшейся кричалкой «эконом-чемпион». Экономистов эта атмосфера значительно вдохновила, и они почти сравняли счет. Так, первый период закончился с разницей в одно очко в пользу эвмита со счетом 9-8. Во втором периоде между командами возникали стычки. Было заметно, что обстановка наколена до предела. Мяч летел то в кольцо эконома, то в кольцо ВМК. Команды часто брали таймауты, собирались духом. Итог. Период закончился со счетом 18-18. Судья назначил дополнительное время, за которое на трибунах и между игроками стало еще жарче. До последних минут было непонятно, кто же все-таки заберет заветный кубок. В конце дополнительного времени сборная «Эвмита» буквально вырвала зубами победу у ИУЭФ. Матч закончился со счетом 26-24. Очень долго шли к этому. Просто не отыскать словами, какие эмоции получаешь, когда выигрываешь. Уже на четвертом курсе. Христина Гаджимагомедова. Неделя спорта. Ура! 24 марта в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан состоялось противостояние мужских и женских баскетбольных команд Казанского федерального и Казанского медицинского университетов. Помогла ли обоюдная поддержка федералов привести их к победе? В репортаж Джеймина Хуснудиновой. Этим ребятам нет равных. Здесь собрались самые сильные и лучшие. 22 марта в стенах спортивного комплекса «Уникс» состояли соревнования между сборными командами Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно-строительного университета в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Первыми вышли на площадку женские сборные. Обе команды начали игру довольно спокойно, не торопясь. В первой половине игры сборная команда КФУ вышла вперед. Представительницы федерального подряд забросили пару мячей. Девушки были точны в нападении. И в итоге, по окончанию первой четверти, команда строительного университета отставала от своих соперников по очкам почти в два раза. 11-5. Во второй половине игры команда КАГАСУ собралась со своими силами. Удачный трехочковый и пару попаданий в корзину помогают девушкам приблизиться к результату федералов. На третьей и четвертой четверти дали о себе знать. Сборная федерального университета была непобедимой. Каждой минутой они забрасывали все больше и больше мячей в корзину КАГАСУ. Их броски были точными, а передачи быстрыми. Итог игры 67-20. С большим преимуществом победу одержала команда Казанского федерального университета, чему девушки сборной не могли нарадоваться. Мы вообще в первый раз играем с ними. Не представляли, какие они. По крайней мере, я первый раз с ними вижусь. Выглядят они довольно мощно и играют очень хорошо, но у нас игра идет, броски идут. Тяжело было, не было замены. И мы только сыгрываемся, поэтому в начале игры более-менее шли очко в очко, а потом уже начали сливать. Когда на площадке появились мужские сборные КФУ и КАГАСУ, в зале почувствовалась напряженная атмосфера будущей захватывающей схватки. В первой половине игры было непонятно, кто станет победителем. Их силы были почти на равных, и парни играли по правилам. Но ближе ко второй четверти федеральный университет набирал обороты. КАГАСУ не успевал нагнать своих соперников, тогда пошли различные фолы и нарушения. Но, несмотря на все это, федералы держались уверенно, не давая пройти вперед решительному строительному университету. Конец третьей четверти, счет 71-41 и разрыв 30 очков в пользу сборной КФУ. Видимо, бурный поток энергии и быстрое передвижение представителей федерального университета сломили командный спортивный дух парней из КАГАСУ. Завершающий отрезок игры был насыщен штрафными бросками и спорами между участниками команды. Страсти накалялись, и порой у некоторых ребят не выдерживали нервы. Но баскетбол – это честная игра, где побеждает сильнейший. Несколько удачных бросков, четких передач и красивых моментов в исполнении сборной КФУ. И со счетом 92-47 выигрывает команда Казанского федерального университета. У нашей команды неплохо получалось быстрый переход, быстрый атака, быстрый прорыв. А плохо получается, организовывая нападение, когда мы приходим, мы никак не можем двинуть матч, то есть организовать нападение и довести до логического завершения. Оценить подготовку федералам сборной медицинского университета удалось не только в баскетболе. Уже на следующий день на площадке КСК КФУник стартовал второй круг студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди мужских команд. Помогли ли родные стены волейболистам Казанского федерального, узнал Айнур Валиев. Отличительная черта каждой шекспировской пьесы, неминуемо трагичной, а во многом и вовсе безвыходный финал. Именно словом безвыходный можно охарактеризовать очередной тур студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан, где 23 марта на паркете спортивного уникса в очном противостоянии сошлись команды Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. Короткая разминка, приветственное рукопожатие, стартовый свисток и матч начался. Сборная КФУ с первых минут принялась проверять на прочность обороны и построение КГМУ. Сначала капитан команды Ансель Каюмов со стартовой подачи открыл счет матча, а после слаженные командные взаимодействия федералов принудили гостей допустить ряд критических ошибок в приеме и подборе мяча. Сборная федерального завладела инициативой и увеличила отрыв до шести очков. Попытки медицинского университета вернуться в игру успехом не уничались, и команда КФУ победила в первой партии с итоговым результатом 25-18. После перерыва команда КГМУ вернула уверенность в себе. Уступающие в габаритах игроки медицинского университета и не думали уступать в силовой борьбе команде Казанского федерального. Медики на протяжении полной второй партии демонстрировали упорное и неуступчивое желание победить. Однако переиграть команду Казанского федерального не удалось. Сказалась усталость. Открытая и энергозатратная игра не позволила сборной медицинского университета закончить матч на должном качественном уровне. Именно отсутствие замен стало ключевым фактором поражения КГМУ. В свою же очередь, ротация молодыми игроками от тренера Евгения Лифанова позволила федералам подойти к финальной части игры в более свежих кондициях и победить заключительной третьей партии за счетом 25-15. Сложно сказать что-то про настроение. Победа есть победа. Это положительный результат. А так много чего не получалось. Потом вообще посадили, как бы расстроился. Ну, такие уж здесь моменты, потому что тоже надо ребятам дать поиграть, я понимаю. Отличная игра команды и закономерный результат. Разгромная победа сборной Казанского федерального университета с общим счетом 3-0. Айнур Валиев, Амальтимиров, неделя спорта. С волейбольной площадки перемещаемся на ледовую арену Дворца Триумф. Там, 22 марта, сборная Казанского федерального боролась за победу против сборной энергетического университета. Удалось ли федералам вновь показать чистую игру? Смотри в сюжете Элины Загардиновой. На часах не было и восьми. А сборная Казанского федерального университета в хоккей уже покоряла лед в спортивной арене Триумф. Соперниками сине-белых минувшие гребли студенты Казанского и Государственного университета. С первых минут дружинка ФУ удала понять, что проигрывать матчи они не намерены. Иже в начале первого периода ворота соперника залетела шайба от Арсения Орлова. Следующий гол не заставил себя долго ждать. Уже на следующей минуте его забил Андрей Кутеков. Третий удачный бросок по воротам нанес Ильдар Абдузалинов. Первый период игры завершился со счетом 3-0 в пользу федералов. Второй период был менее результативным. Игроки сборной Казанского федерального предприняли несколько попыток забить очередной гол ворота соперника. Но удалось это всего один раз за период. На 20-й минуте шайбу забросил Руслан Незамиев с передачи Марата Хафизова. Перерыв дал новых сил команде. Третий период оказался самым насыщенным. Уже в первую его минуту форвард КФУ Дамил Салиев забил гол. Но уже через несколько секунд последовала результативная контратака от сборной энергетического университета. Однако ликовала команда КГУ недолго. На следующей минуте в воротах у команды снова оказалась шайба. Ильдар Абдузалимов опорнил дубер. Счет стал 6-1. Седьмую шайбу в ворота соперника загнал Илья Харитонов, капитан сборной КФУ. Можно сказать, шансов на победу у энергетиков практически не осталось. Команда Алексея Ливанова перехватывала шайбу у соперника, не давая сборной энергетического университета вновь атаковать ворота. В результате одной из таких атак удачно бросов по вороту нанес Артем Петров. Число голов на счету федералов увеличилось еще на один. Сложная работа Руслана Незамиева, Матвея Кутузева и Арсения Орлова подарила федералам девятую забитую шайбу. Точку в матче поставил Артем Петров. Гол стал для него вторым. В целом обе команды играли дисциплинированно. В игре было всего два удаления и оба у федералов. Энергетики дважды за матч играли в большинстве, но воспользоваться преимуществом не сумели. Капитан команды Илья Харитонов игрой доволен, но без слаженности и сыгранности вряд ли можно было бы рассчитывать на такой результат. Ну, нам, наверное, удалось победить за счет того, что, во-первых, у них было немного народа в команде, то есть по физической форме мы их превзошли. А также, наверное, желание, с большим желанием подошли к игре, как можно больше забить и меньше попустить. То есть с моими партнерами мы постоянно вместе играем, стараемся два паса забивать, то есть броски с ходу, чтобы были почаще. Вот, как бы особо не стали крутиться вокруг воротов. Бросили, попали. Спасибо партнерам. Элина Загрудинова, Софья Чугунова, Неделя спорта. Минувшим воскресеньем состоялось открытие фестиваля «Спортивная весна». Товарищеский матч по волейболу между студентами и сотрудниками Казанского и Федерального положил начало захватывающему турниру. В его рамках состоятся еще две игры – баскетбол и мини-футбол. Но кому удалось на начальном этапе одержать победу – в репортаже Юлии Целиковской. Преподаватели против студентов. Минувшее воскресенье 25 марта в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся товарищеский матч по волейболу. В этот раз сборная команда студентов Казанского и Федерального университета выступила против своих преподавателей и сотрудников. Поболеть за участников собрались ребята со всех институтов университета. Трибуны гудели, поддерживая любимых спортсменов. В зале царила волнительная атмосфера. Уверенная игра обеих команд не позволяла выявить фаворитов до самого конца. Команда студентов была в прекрасной форме, но, несмотря на это, преподаватели достойно держали игру и показали отличный результат. Правда, им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы оставить победу за собой. Первая партия завершилась в пользу молодых волейболистов со счетом 25-19. Вторая партия оказалась более напряженной. Сборная преподавателей и сотрудников отличилась своей собранностью и активной игрой. В середине партии старшие лидировали, но уже в последние минуты студенты вырвались вперед, не оставив соперникам шанса на победу. Общий счет игры 2-0. Учитывая то, что мы первый раз собрались, не тренировались нисколько, в отличие от команды студентов, которые, конечно, целый год тренируются, это видно, они сыграны, у них есть свои комбинации. Но я думаю, мы тоже получили удовольствие. На торжественной церемонии награждения с напутствующим словом выступил проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Магеддинович Межведилов, который был главным гостем и болельщиком соревнований. Моя идея вот таких мероприятий, это, конечно же, объединение нашего студенчества и преподавателей. Сегодня победил наш Казанский университет, потому что здесь присутствовала большая наша семья. Команде победители вручили кубок и памятные грамоты, а самой приятной частью награждения стал сладкий приз. Юлия Целиковская, Неделя спорта. Паралимпийские игры в Пьенчхане подошли к концу. Спортсмены со спокойной душой возвращаются домой, к родным и близким. В столице Татарстана встретили серебряную медалистку Марту Зайнулину в индивидуальной гонке на 10 километров, уступив минуту и 15 секунд. Она стала второй. Но пристанется расстраиваться повода нет, ведь для нее эта медаль первая. Прошла неделя с момента закрытия паралимпийских игр в Корее и в Казань вернулась Марта Зайнулина, которая представляла честь страны в лыжных гонках и биатроне среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Домой спортсменка привезла три медали с паралимпиады, одно серебро, две бронзы и одну золотую медаль с чемпионата России, которую завоевала 22 марта перед прилетом домой, установив тем самым личный рекорд результативности. Прежде всего мне хочется поблагодарить руководству и руководству, что они верили в меня, поддерживали. Действительно, такое непростое время для нас. Хочется поблагодарить Центр спортивной подготовки, что они в любой момент могут меня отправить в любую точку мира на тренировочный сбор. Хочется поблагодарить Фариду и Дмитрию, что она мне постоянно помогает. Также болельщиков, особенно мой город Нижнекамской одной, они оказали мне просто колоссальную поддержку. Спасибо вам огромное. Встретить Зайнулину приехали студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Ее друзья, а также ее тренер Фаридаса Фиулина. Ну, конечно, самые лучшие результаты. Конечно, мы можем говорить о более достойном месте, но результат есть. И если говорить о прошлых паралимпийских играх, где она завоевала одну бронзовую, то, конечно, результат налицо. И результат, и ее конкуренция, которая показывает не просто она выиграла 5-6 секунд, она выиграла достойно, с хорошим результатом. И мы ждем даже на следующих паралимпийских играх, в общем-то, более достойные результаты и высшие результаты. Помимо тренерского штаба и семьи, на встрече присутствовал Халил Хамитович Шейхуддинов. Мы гордимся ей, она родом из Нижнекамска, она сделала подарок для всех татарстанцев, для казанцев, для нижнекамцев, для всех любителей спорта. У нее еще хорошие перспективы, она еще молодая. Надеюсь, мы за золото еще поедем. Софья Чугунова, Марина Вахрушева, Неделя спорта. И на этом все. Вы смотрели программу Неделя спорта. С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго, до свидания.